Киев на операционном столе украинский воин. В боях за Украину он лишился руки. Высокая ампутация. Это Рикард Бранемарк, знаменитый шведский профессор. Сейчас он проводит остеоинтеграцию плеча. Это имплант, который вживляется в кость. Позже, ориентировочно через месяц, уже будут устанавливать сам протез. Вокруг шведского хирурга украинские медики. Перенимают знания и опыт. За операцией также следят онлайн. Украинские коллеги этот метод протезирования, изобретенный Бранемарком, называют космическим. Что такое остеоинтеграция? На таком бытовом примере, чтобы вы понимали, мы сейчас запустили ракету в космос. В чем суть остеоинтеграции? Спрашиваю у самого шведского хирурга. Он объясняет. Протез всегда будет восприниматься как протез. Имплант, который мы вживляем в кость, будет ощущаться уже частью тела. И если раньше протез управлял жизнью человека с ампутацией, то этот метод все изменил. Человек начинает управлять протезом. Пациент чувствует себя полноценным. Если, например, человек потерял ладонь, то такой протез фактически заменит ее функцию. Люди снова могут взять чашку в руку. Остеоинтеграция значительно улучшает качество жизни. Такие протезы можно носить каждый день, не снимая. Снять или надеть такой протез – это несколько секунд, когда обычный – почти полчаса. А ходьба в нем плавная и максимально естественная. Человек ощущает поверхность, малейшие неровности. В таком протезе удобно даже сидеть. Когда этот протез не просто продолжение тела, а когда он может управляться сознательно, центральной нервной системой. Когда человек может подумать, напрячь определенные мышцы и совершить движение этой конечностью. Но разве это не фантастика? Такой фантастики уже больше года ждал Ярослав. Он разведчик 71-й бригады, родом из Львовской области. В бою под Бахмутом потерял руку. Насчет протезирования руки – это самая большая проблема. А когда с короткой ампутацией руки – это еще больше проблема. И практически найти какую-нибудь клинику, которая бы сделала протез, здесь очень тяжело. Ярославу не подошел бы механический протез. Не давали гарантий и по бионическому. Единственный шанс – остая интеграция. И ему повезло. Накануне его прооперировал Рикард Браннемарк. Уже через месяц он сможет обнять своих двоих детей. На соседней кровати восстанавливается после операции Сергей – десантник 81-й бригады. С фронта он вернулся без ноги. Операция была вчера. У меня уже как раз был второй этап. То есть мне ставили этот переходник. И в принципе, думаю, через месяц-два уже буду с протезом. Сергей живет в Одесской области. И после протезирования имеет большие планы. Хочет построить дом. Второе – это вернусь, пожалуй, обратно в армию. Но уже в какую-нибудь аэроразведку штурмовать я уже, к сожалению, не смогу. За время своего второго визита в Украину Рикард Браннемарк проведет шесть оперативных мешательств своим методом. Все бесплатно. Более того, профессор проведет семинары для своих украинских коллег, чтобы те впоследствии проводили такие операции самостоятельно. Что заставило хирурга приехать в Украину, когда Россия ежедневно убивает украинцев ракетами, дронами и артиллерией? Спрашиваю напоследок. Я очень не люблю войну, потому что война, в частности, приводит к очень сложным ампутациям. Опыт, которым я владею, может быть полезен Украине. И я не могу им не поделиться с теми, кто нуждается в моей помощи. Орис Дремоловский, Алексей Евченко в рамках марафона на телеканале Freedom.